меня. Объясни мне. Почему? Скажи. Я задал тебе вопрос. Пропусти меня. Я не пропущу тебя, пока ты не ответишь. В самом деле? Флоренция, ответь мне, что такого ты нашла в таком человеке, как я? А ты всё ещё не понял. Да, я всё ещё не понял. Тогда нам лучше оставить всё как есть, потому что все эти разговоры ни к чему не приведут. Ты ведь назвал цену, за которую согласился уехать из Мардельплато? Да. Отлично. Так вот, я свою часть договора выполнила. Я согласилась помочь Падро Кармелло. Теперь твоя очередь уехать из Мардельплато и забыть о наследстве Антонио Сильвы. Нет, нет. Подожди. Что? В чём дело? Ты пришла сюда только из-за этого. Скажи мне правду. Я свою часть договора выполнила. Фернандо, если ты человек слова, уезжай. Я не уеду из Мардельплато. Что? Флоренция, пожалуйста, позволь мне разъяснить. Я не приму никаких разъяснений. Ты должен уехать, как договорились. Почему ты не позволяешь мне объяснить? Я понимаю, ты будешь говорить о тех убийцах. Но я... Я не имею ко всему этому никакого отношения. Хорошо, хорошо. Ты не имеешь ко всему этому никакого отношения. Отлично. Но, послушай, позволь мне сказать, Флоренция, мне незачем уезжать из Мардельплато. И мне незачем деньги Сильвы, ни одного его песа. Ясно? Что? Даже если ты вымоешь все полы в церкви, стоя на коленях, даже если ты сделаешь все это, я не приму ничего от Сильвы. Я не понимаю. Я не верю тебе. Не верю. Это же все просто, очень просто. Послушай меня внимательно. Я доволен той жизнью, которую веду. И не хочу ничего менять. Да-да, не хочу ничего менять. Ну? Если это так, тогда объясни, зачем ты ходил кругами вокруг меня? Зачем требовал, чтобы я помогала в церкви? Зачем? Зачем? Чтобы установить предел. Какой? Чтобы сдержать тебя. Чтобы ты не думал, что весь мир принадлежит только тебе. Чтобы сделать тебя немного проще. Вот зачем. Значит, ты все это время смеялся надо мной? Ай, Флоренция. Пожалуйста. Ну, пожалуйста. Все это очень просто. Вот ты, вот я. Все уже позади. Мы остаемся друзьями. Ты смеялся надо мной. Отвечай. Пока. Какой красивый сарафан. Купила вчера, когда дошла с работы. Тебе очень идет. Сильвия спросила, не нужен ли мне аванс, и я сказала, что да. А ты не подумала, что, возможно, деньги нужны твоей матери? Папа, ты теперь будешь ругать меня каждый день? Я не хочу с тобой ссориться. Хуан, может быть, сейчас все пойдет по-другому. Дарио очень переменился. Антонио, мне бы не хотелось быть пессимистом, но за один день никто не меняется. Что ты хочешь этим сказать? Я хочу, чтобы ты смотрел на вещи повнимательней. Мы с тобой знаем Дарио не один день, и сейчас не разрушаем моих надежд, Хуан. Я просто говорю, что думаю, вот и все. Я твой друг, и всегда был с тобой. Да, я знаю, но мне хочется дать ему шанс еще раз. Не говори так. Я ведь тоже наделал много ошибок. Я ведь обманывал его, верно? Я годами обманывал его. А он годами не обнимал меня. Годами. Разве я могу не дать ему этого шанса? Ты можешь себе представить, Хуан. Неожиданно начинают сбываться мои мечты, Дарио и Фернандо рядом со мной. Не похоже, что другой молодой человек стремится к встрече с тобой. Если меняется Дарио, почему не может так же измениться и мой второй сын? Нам с тобой не о чем говорить. Это уже слишком. Что ты делаешь? Ты что делаешь? Отойди, я сейчас заведу машину. Давай, давай, заводи. Ты же считаешь, что все в этом мире твое? Хорошо, сейчас. Флоренция! Это Бруно, брат того малыша. Малыша? Да, и он тебя ревнует к своему маленькому брату. У меня горло болит. Он отказывается принимать лекарства. Говорит, что если ему дадут лекарства, он не станет его пить. Ничего, не беспокойся о ребенке. Как-нибудь. Что как-нибудь? Можешь ехать, я не хочу тебя больше беспокоить. За кого ты меня принимаешь? Тебя зовут Бруно? Да. Бруно, пошли, примем лекарства. Что ты на меня так смотришь? Что-нибудь случилось? Нет, ничего. Вы правы, святой отец, ему нужны лекарства. Это верно. Флоренция, я должен поблагодарить тебя за все, что ты делаешь. Не надо меня благодарить. Я подумал, что после того, что произошло с Фернандо... Я не должна приходить сюда? Кармелла, вы тоже считаете, что я высокомерна, недостаточно проста? Нет, нет, прошу прощения. Я ничего такого не говорил. Если вы считаете, что мне не нужно приходить сюда, скажите, я не буду приходить. Напротив. Бруно не единственный, кто нуждается в вас. В таком случае я буду приходить, как только смогу. Я рад. Я хочу внести ясность. Я ничего не имею ни против Фернандо, ни за него. Мне все равно. Да, я понимаю. Посмотри на этого бедного малыша. Бруно. Окрутила она тебя? Кто? Это девица, с которой ты связался. Эта женщина не отступит. Кто это говорит? Вы оба попались. Тебе лучше покончить с этим. И чем скорее, тем лучше. Нет, как я могу покончить с этим? Не понимаю. Она начала меня преследовать. Что ж, отлично. Я тоже не оставлю ее в покое. И что ты собираешься делать? Я доведу игру до конца. Чем она закончится? Человек. Море. Как дела? Хулита. Я пришла, как только смогла. Что случилось? Как это, что случилось? Да все. Дарио? Ты снова встречалась с этим попиком? Хулита. Ну ладно, ладно. Говори, в чем дело? В чем дело? В чем дело? Этот рыба. Как я его ненавижу? Он все это время смеялся надо мной. Он меня с ума сведет. Да, он любую сведет с ума. Даже меня своими глазами. Ничего, я пошутила. Рассказывай. Я могу продолжать? Да, конечно, рассказывай. Я наткнулась на него сегодня в церкви. Ах, да, ты напомнила мне. Флор, священник просил передать, что хочет видеть тебя в церкви. Хулита, дорогая. Как дела? Ты пришла навестить свою подругу? И о чем вы тут секретничаете? Да так, мама, ничего особенного. Пойдем ко мне в комнату. Хорошо, идем. А что случилось? Нет, нет, ничего, не беспокойтесь. Что значит не беспокойтесь? Мать всегда беспокоится о своей дочери. Нет, подумать только. Ушли. Я больше не хочу иметь никаких дел с этим человеком. В конце концов, если он не хочет ничего принимать от Антонио Сильвы, он больше не представляет для меня проблем, верно? А он действительно ничего не хочет. Да. Единственное, о чем я сожалею, так это, что я больше не могу помогать священнику. Он все это время издевался надо мной. Понимаешь? Кто? Священник? Да нет же, он! А мне так жаль этих малышей. Нет, правда. Особенно Бруно. Милый малыш Бруно. Он такой славный. Такой прелестный. Ну все, хватит, хватит. Да и кто он этот рыбак? Что она себе воображает? Единственное, чего он хочет, так это посмеяться надо мной. Но я ведь обещала малышам, что буду приходить к ним так часто, как только смогу. Но, извини, я не понимаю, какое отношение имеет одно к другому. Такое, что по пути в церковь я должна пересечь порт и могу наткнуться там на Фернандо. Ну и что? А я не хочу его видеть. Я не хочу и больше никогда не поеду через порт. Конечно. Но дети ведь ни в чем не виноваты, верно? Да, конечно. А тебе не кажется, что? Что ты слегка противоречишь саму себе? Добрый день. Добрый день, Баска. Добрый день, Антонио. Как дела? Отлично. Как насчет пары чашек кофе? И покрепче. Дон Сильва. Извините за беспокойство. Это не беспокойство. Вы знаете, как здесь сейчас обстоят дела, словом рыбы? Мы ничего не зарабатываем. Но оплачиваем эти холодильные суда. Завод. Пусть будет завод или суда, это все равно приятель. Они выгребают все из нашего океана. Почему они не уберутся в свои моря? Потому что они их берегут. Нам нельзя терять надежды, ребята. Какой надежды, Дон Антонио? У нас нет времени ждать. Вы не могли бы дать нам хоть какую-нибудь работу? Мы не можем принести домой ни одного песа. Мы разорены. Надо подумать. Приходите завтра утром на верфь, только пораньше. Мне надо переставить несколько двигателей. И для этого, возможно, понадобятся люди. Благослови вас Бог. Да перестаньте. Это просто временная работа. Да нет, все это очень здорово. Спасибо. Ваш кофе. Спасибо, Баска. Я недавно видела невесту вашего сына. Она очень красивая девушка. Ты ее видела? Это здорово. Она мне очень дорога. И она очень любит Дарио. Очень любит. Это приятно. Да, я думаю. Извините. Послушай, Баскита. Что? По-моему, ты начинаешь ревновать. Тебе надо слышать все, что я говорю. Я думаю, вот здесь будет док для частных судов. Смотри, или лучше здесь. А в этой зоне мы разместим офисы, гостиницы и дома для состоятельных людей. Грандиозно. Конечно. Мы дадим им работу. Нам не нужен будет порт, мы займемся другими делами и разбогатеем. Дарио, мы действительно разбогатеем. Это правда. Все это очень заманчиво, Донатон. Но скажи, как ты собираешься убедить вкладчиков присоединиться к нам? Как? Да, это сложно. Мы должны убедить твоего отца присоединиться к нам, не объясняя ему, зачем нам это нужно. Верно, если отец присоединится к нам, остальные инвесторы последуют его примеру. Он ведь лидер среди инвесторов, верно? Мы создадим благотворительную ассоциацию, которая будет называться, ну, например, так, порт 2000 года. Да, это неплохая идея, очень неплохая. А ты как думал, Донат, это блестящая идея. Мы подадим ее так, что якобы хотим помочь рыбакам и жителям порта. Но постепенно... Все это отлично, но надо подождать. Очень важно, чтобы твой отец поверил, что мы с ним в одной команде. Да надо-то. Оставь это мне. Мы не должны терять время. Дорогой, нам сейчас не до дни рождения. Я же не говорю о большом празднике. Скромная встреча с близкими людьми. Но сейчас как раз у нас нет денег. Даже на то, чтобы отметить день рождения моей жены. Ассоциация? Но ведь порт переживает кризис, верно, папа? Да, ты совершенно прав. Как раз сегодня я был в порту и все видел своими глазами. Да, и это единственный способ выйти из кризиса. Естественно, если мы все объединимся. Верь встанет основой ассоциации, папа. А потом, мне кажется, это будет хорошей возможностью для тебя и меня. Ведь ты всю жизнь мечтал строить сюда, верно? Так пусть это будет и моей мечтой тоже. С вашего разрешения, сеньор Сильва. Вот контракт, о котором вы говорили. Как тебе твоя работа? Я рад, что член семьи Летеери работает с нами. Для меня это большая честь. Хорошо, Дарьо. Донатан. Мне нравится ваша идея. Вы можете во всем рассчитывать на меня. Во всем. Что значит, она ничего не хочет? Ты же знаешь Бьянку. Мы должны организовать этот праздник. Не знаю как, но обязательно должны. Конечно. Неужели мы не сможем доставить Бьянке хоть немного радости? Мы устроим этот праздник. Можно организовать его прямо здесь? Роберто, не увиливай. Я хотел бы ознакомиться с документами по этой ассоциации. Только не говори, что ты нам не доверяешь. На твоем месте я бы не раздумал. К тому же мы скоро породнимся. Я не хочу ставить под угрозу судьбу своего будущего тестя. Продолжим этот разговор завтра в офисе. Мне бы не хотелось, чтобы моя семья знала об этом. Что бы ты ни хотел, чтобы мы знали, папа? Человек моря. Так что бы ты ни хотел, чтобы мы знали? Просто некоторые агрегаты на заводе нуждаются в ремонте. И Дарьо говорит, что... Я сказал, что только что пришел контейнер с запасными частями для агрегатов. К нашему счастью. Ты пришел к нам и даже не спросил обо мне? Флор, я не знал, что ты дома. Дочка, мы здесь говорили о делах. Да, да, все правильно. Значит, вы говорили о делах? Дела, дела. Я бы даже не стал называть это делами. Просто мы обсуждали возможность создания ассоциации для помощи жителям порта. И ваш отец согласился войти в нее. Да. А что говорит об этом твой отец? Ты ведь обсуждал с ним? Мой отец полностью поддерживает эту идею. Что это значит? Что между вами, двумя, все утряслось? Да, дорога. Все отлично. А с твоим... С моим братом? Да. Но мне придется привыкнуть к моему брату. Ты с ним уже говорил? Нет, пока нет. Для этого будет время. Это, конечно, будет трудно, потому что мы принадлежим к разным общественным кругам. Но у нас есть общий интерес. Какой? Счастье нашего отца. Ах, да, верно. И я понял, что невозможно и бессмысленно вести борьбу с тем, что неизбежно. Да, да, конечно. Что это с тобой? Нет, ничего. Просто для меня все это так неожиданно. Флоренция, дочка... Хорошо, хорошо, папа, я ухожу. И не расстраивайся. Нет, нет, все в порядке. Понимаешь, Хулита, получается, что я все делала не так. Я дошла до конца и только сейчас поняла, что вела себя как настоящая кретинка. Хорошо, хорошо, я перезвоню тебе, когда успокоюсь. Ты не понимаешь, что во всей этой истории я оказалась в дурацком положении. Ты думаешь, что этого мало, что я ходила к нему домой тайком от Дарио? Мне не надо было этого делать. Ты ничего не понимаешь, Хулита. Этот человек станет членом нашей семьи. Ты не понимаешь, что это значит. Не понимаешь. Когда наливаешь, Фернандо, то наливай побольше, а не постолько. Это совсем не мало, достаточно. Португалец ревнует. Ну ладно, ладно, хватит болтать глупости. Больше у меня ничего не осталось, все кончилось. Баска. Что такое? У четверых малышей высокая температура. Состояние очень тяжелое. Нет, нет. Португалец. Да. Присмотри за баром. Не беспокойся. Что случилось, святой отец? Я очень боюсь Фернандо. Я совсем один. Мне нужна помощь. Не волнуйся, мы все пойдем с тобой и поможем. Франко, сходи к доктору, он ведь твой друг. Да, конечно, иду. Ренцо, поторопи Баску. Баска. Иду. Вот, видишь, все налаживается. Знаешь, Фернандо, о чем я думаю? Если бы ты взял деньги, которые предлагает тебе Сильва, то мы бы открыли здесь детскую консультацию. Кармела, Кармела, возьми себя в руки. Мы же не в пустыне живем, не волнуйся. Ну где же этот доктор? Думаешь, с ним что-нибудь случилось? А что может случиться? Он едет сюда? Флоренция. Флоренция. Зачем тебе Флоренция? Где она? Ее надо позвать. Что? Позвони ей. Послушайте, если это так сложно, я сам позвоню. Какие могут быть проблемы? Я сам ей позвоню. Не расстраивайся, герой. Я скоро. Они уже ушли. Мне немного не по себе, Дарио. Почему? Из-за всего, что здесь происходит. Из-за моего брата? Тебе надо было мне сказать, что ты изменил свое мнение. Так. Так. Флоренция. Ты должен был мне об этом сказать. Извини. Дарио, это ведь очень важно для нас. Для нашего будущего. Ладно, пусть он берет половину всего наследства. Верь в дом. Какое мне дело? Если у меня есть ты. Слушаю. Это Фернандо. Да. Кто это? Человек моря. Да. Чего тебе? Кто это? Одну минуту, пожалуйста. Это Хулита. Что ей надо? Ей надо поговорить со мной об одном... Нет, нет. Дарио, пожалуйста. У нее серьезные проблемы. Одну минуту. Дарио. Это женские дела. Я не могу тебе ничего сказать. В чем дело? Дарио. Поцелуй меня. Пока. 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 Слушаю. Да, да. Как ты осмеливаешься звонить мне домой в такое время? Что тебе нужно? Тебе все мало? Ты можешь меня выслушать? Я слушаю. Я звоню из церкви. Бруно, но этот малыш... Что? Что с ним? Он заболел и зовет тебя. Что мне ему сказать? Скажи, что я еду. Флоренция, ты куда? Мама, я еду к Хули, у нее серьезные проблемы. Какие у нее могут быть проблемы в этот час? Какое счастье, что жених этой девчонки настоящий ангел. Что с ним? Что с ним? Мне Indexу. Добрый вечер. Сюда, сюда. Кармела, она здесь. Бруно. Малыш, как ты себя чувствуешь? Плохо. Что с ним, Кармела? Простуда – обычная детская болезнь зимой. Они очень больны. Мне давно пора привыкнуть к этому, но не могу это сильнее меня. Ничего, малыш. Все будет хорошо. Бруно, ты скоро поправишься. Я сейчас вернусь. Я хочу сказать, что я не хочу больше ни ругаться, ни разговаривать с тобой. Правильно. Единственное полезное дело, которое ты сделал, так это познакомил меня с падро Кармелой. И теперь я могу помогать ему с детьми. Это ведь неплохо, правда? Да, единственное доброе дело среди стольких ужасных вещей. Я благодарю тебя за это. А сейчас выслушай меня внимательно, потому что я хочу тебе кое-что предложить. Итак, я слушаю. Все очень просто. Я не хочу сейчас приводить никаких аргументов, потому что здесь много людей, понимаешь? Послушай, перестань оправдываться и скажи все сразу. Хорошо. Нам лучше не замечать друг друга. Я не понимаю. Все очень просто. Ты будешь, как и раньше, появляться здесь у падро Кармел, и я тоже не могу оставить этих детей. Поэтому будет лучше, если мы будем вести себя как цивилизованные люди. Каждый из нас занимает свое место и не вмешивается в дела другого. Мне абсолютно не хочется с тобой разговаривать. Я уже достаточно наговорилась. И не думаю, что тебе доставляет удовольствие видеть, что я переживаю. Все правильно. Если ты не хочешь со мной разговаривать, значит, не будем. Но, по-моему, все это просто ребячество. Но если тебе действительно так хочется, пусть будет так. Дело не в том, что я хочу, чтобы так было. Просто это единственное решение. Принести воды. Привет, папа. Здравствуй. Который час? Ты меня удивляешь. Чем? Тем, что появляешься в это время. Папа, мне хочется делом убедить тебя в том, что я переменился. А я не сомневаюсь. Да, но у тебя опять могут появиться сомнения. Ты имеешь право на это. Так же, как и я имею право меняться. Имею право на небольшую возможность, на небольшое доверие. И на право, может быть, впервые почувствовать себя действительно твоим сыном. Как бы это ни было сложно. Дарио, я только хотел разъяснить тебе все обстоятельства. Слушай, папа, завтра я пойду на верфь вместе с тобой. Я хочу, чтобы все, кто там будет, сказали, сын Антонио Сильвы пришел первым. И другой сын. Потому что нас теперь двое. Мне так приятно слышать все это от тебя. Прости меня, сын. Прости за то, что я раньше не заметил в тебе всех этих перемен. Да ты не мог их заметить? Это не так просто? О, Боже, если бы еще и Фернандо согласился. Мне больше ничего не надо для счастья. Не беспокойся, папа. И не будь слишком нетерпеливым. Все будет хорошо. Вот увидишь. Все будет отлично. Спасибо. Увидимся завтра в офисе. Эллинито. Эллинито? Да. Что бы ты сказала, если бы узнала, что дела нашей компании плохи? Я не имею ни малейшего понятия, я не имею ни малейшего понятия о компании. К тому же ты знаешь, что одна только мысль о холодильнике вызывает у меня тошноту. Да, конечно, конечно. От рыбы тебя тошнит? Нет, не от всей. Ты ведь всю жизнь живешь за счет рыбы. Не говори глупостей. Отец Марии Мерседес сделал себе состояние на скачках, а она сама никогда в жизни в них не участвовала. Да. Для этого есть служащие. Да, да, правильно. И, пожалуйста, не будем спорить по пустякам. Пора спать. Верно. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Слушаю. Прошу прощения, я вас не разбудил? Нет, нет, Дарио. Вы не могли бы позвать к телефону Флоренцию? Ее еще нет. Ее еще нет? Да, ей пришлось срочно уехать к Хулите. У нее какие-то проблемы. Думаю, она скоро вернется. У тебя что-то срочное? Нет, нет, ничего срочного. Пожалуйста, не переживай из-за нее, слышишь? Я сказала ей, что тебе это не совсем понравится, но Хулита позвонила, сказала, что это очень важно, и Флоренция уехала. Вы не могли бы отдать мне телефон Хулиты? У меня нет его с собой. Да, конечно, запиши. И позвони ей прямо сейчас. Она будет очень рада услышать твой голос. Спасибо, доктор. И простите за то, что я наговорил, когда вы приехали. Все в порядке, падре. Главное – это дети. До свидания, доктор. Я провожу вас. Ренци и Франко отвезут вас. Спасибо. Мы уходим? Я не хочу оставлять Кармелла совсем одного. Он не один. Ты говоришь, это из-за... Да-да, из-за нее. Что у тебя с ней? Мне нечего тебе сказать. Я знаю, но я сама себя спрашиваю. Почему? Что почему? Почему ты ничего не хочешь мне рассказать? Потому что мне нечего тебе рассказывать. Так в чем дело? Именно это я и хотела бы знать, в чем здесь дело. Потому что с тех пор, как появилась эта женщина, ты изменился. Стал каким-то странным, другим. Я должна тебе это сказать. Я не настаиваю, чтобы ты хранил верность памяти Марии. Не хочу, чтобы ты ограничивал этим свою жизнь. Но такой человек, как ты, заслуживает большего, чем тратить свою жизнь на такую женщину, как эта кукла. До свидания. Значит, я кукла? Субтитры создавал DimaTorzok